Потому что у каннибалов свои законы и обычаи. Не нравится – не ешь. «Дельфины и психи» – первый прозаический опыт Высоцкого. Фантастическая, абсурдистская повесть с глубоким философским подтекстом, вложенным в уста умалишенных героев. По моим сведениям, это произведение не ставил никто никогда нигде. И мы, как бы клуб любителей творчества Высоцкого, решили это сделать. Пока это только первый акт. Клубные энтузиасты постановку делают своими силами. Актеров среди них нет. В клубе шесть десятков участников, среди которых и рабочие, и врачи, и даже профессора. Вот Юрий в обычной жизни охранник. На сцене же яркий артист. Высоцкий – это целая вселенная. И дабы изучать вселенную, для себя я счел целесообразным прийти именно в этот клуб. В день основания – четыре года назад. И с тех пор не пропускать ни одной пятницы вертикали, чтобы читать стихи, играть Высоцкого и, конечно, петь его песни. Я отсюда тебя заберу. Женщин в клубе немного, а поющих еще меньше. Но Марьюшку и беду нашлось кому доверить. Наталья Фролова гитарой овладела недавно, но сразу взяла высоту Высоцкого. Я несла свою беду по весеннему, по льду. Высоцкий – это, наверное, моя юность, это моя жизнь, мои воспоминания. Ну и многое то, что и сейчас у нас происходит в жизни. Вертикалевцы свою миссию видят в сохранении творчества кумира 20 века. Для зрителя откапывают совсем неизвестные стихи, играют забытые мелодии и даже проводят филологические конференции. Правдивый поэт. Таких мало в России было. Такая голыба, на самом деле, отечественной поэзии, отечественной музыки и отечественного театра. Так что, я думаю, никогда не надоест. После празднования «Вертикаль» в отпуск не уходит. На очереди летний фестиваль, посвященный их кумиру. В июльские дни памяти в «Орел» съедутся почитатели Высоцкого из России и зарубежья.